здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня когда в девяносто третьем году приехала моя остальная семья мама папа сестра племянник то мой племянник обратился ко мне живущий в израиле уже два года и сказал мне соня я очень хочу поменять себе имя да действительно приехавшие территории бывшего советского союза многие меняли свои имена так свет и становились орами миши становились мойшими или михаэлями кто у нас там еще они становились ханами и так далее и вот мой племянник который носил очень красивое княжеское русское имя попросил меня подобрать ему еврейское имя я к этому вопросу подошла очень серьезно потому что поменять имя это не так просто как кажется и обратившись за консультацией к нашим религиозным людям к равену я получила ответ на вопрос как меняет имя меняет имя человеку по нескольким критериям вообще как дается имя человеку во первых имя дается если рождается в израиле ребенок то ему могут дать имя если это восточные евреи по бабушкам и дедушкам ныне живущим и здравствующим это считается дань уважения продолжение имени а вот у ашкенавских евреев о европейских коим мы относимся имя живых родственников не дают нельзя ни в коем случае но если мы хотим например дать имя какого-то родственника может быть он погиб во время войны кто-то из семьи и ушел в очень раннем возрасте не рекомендуется давать имя человека который прожил очень короткую жизнь может быть он был убит может быть он погиб может быть он заболел и рано умер но если есть такое же имя в торе например на войне погиб родственников яков и он ушел в возрасте 20 плюс погиб на войне но в торе тоже у нас есть пратец яков и тогда можно дать ребенку имя пратца якова праведника и вместе с этим иметь ввиду что это также тот яков который погиб во время войны на фронте или в концлагере или не дай бог это была авария или какая-то болезнь то есть таким образом даются имена родственников есть еще один способ дать имя это когда человек заболевает и и существует опасность для его жизни или человек при смерти или врачи не дают шансы или вообще опасно тогда мужчинам мальчикам прибавляет имя хаим от слова жизнь а девочки дают и на хая то же самое в женском роде есть еще один способ дать имя человеку это по его недельной главе а это значит что проверяется дата рождения человека смотрят какая недельная глава в это время читалось синагогах смотрится если есть там имя подходящие девочку девочки или мальчику если есть подходящее имя то можно взять имя из недельной главы и вот я подумала поговорила со своим племянником мы взяли тору открыли тору на его недельной главе посмотрели по дате рождения когда он родился и открыв увидели историю про юсефа юсеф который совершил совершенно головокружительную политическую карьеру будучи проданными братьями в египет он сначала из управляющего богатым домом он попадает по ложному доносу в тюрьму в яму и потом с этой ямы отсидев 12 лет его приводят к фараону и он совершает совершенно невиданную политический взлет он становится практически правителем египта а египет на тот момент это была не какая-то провинциальная страна это была страна самая главная страна в мире это была империя которая правила всем миром и вот так вот из ямы совершить такой спрыжок вот такая карьера это было только у юсефа больше никто так не вознесся можно еще сказать что у женщин похожую карьеру сделала эстер как когда из жены мардыхая она стала царицей ста двадцати семи стран персидской империи но тем не менее она она не была рабы а вот юсеф был рабом которого всевышний вознес на престол славы и вот я говорю моему племяннику а ты хочешь быть юсефом мой племянник так покатал это именно так на языке юсеф юси юсик юска юсеф юсеф и он сказал я согласен вы знаете прошло уже очень много лет мой племянник из молодого парня который пошел в израильскую армию уже давно отец семейства ему уже за 40 он уже уважаемый человек но имя юсеф на него оделась как перчатка одевается на руку и она настолько с ним влилось что с другим именем его себе просто не представляем то же самое произошло с моей старшей дочерью она приехала сюда в возрасте 7 лет с очень красивым именем элина и когда моя дочь 20 лет собралась замуж тут выяснилась такая вещь что маму будущую ее свекровь маму ее мужа зовут или она она или на а мама зовут и на на и пойдя на консультацию праву моя дочь вернулась с таким вердиктом что ей нужно добавить второе имя потому что по нашему закону это нехорошо когда у невестки и у свекрови одно и то же имя о скажем так в других случаях это каждый случай разбирается по отдельности но в данный момент моя дочь сказала мама я пойду себе выбирать имя она связалась с равным специалистом по именам по дате рождения это много нужно знаний и моей дочери было предложено несколько имен на выбор и она выбрала себе имя рахель про нашей про про мамы я узнав что моя дочь выбрала имя рахель немножко расстроилась потому что моей дочери были немножко какие-то гормональные проблемы по-женски я сказала линушка ты не погорячила взять имя рахель рахель много лет была бездетный и потом она в родах она умирает я очень за тебя волнуюсь моя дочь сказала мама она была праведница ее сын юсеф кстати юсеф о котором мы говорили он сын рахели и все будет хорошо и тем не менее когда моя дочь вышла замуж взяла себе это имя и везде в новых местах где она являлась и и знали только под этим именем до первый год были проблемы да были проблемы с беременностью не могла забеременеть после того как родилась первая дочь опять была проблема с беременностью и мой зять поехал на гору мирон краби шимон бар юхаю на его могилу все кто просят о молясь на могиле этого праведника просят у всевышнего дать им ребенка если рождается сын то его называют шимон по имени праведника шим барами шуму барю хай почему молятся на могиле потому что просят чтобы заслуги праведника чтобы праведник помолился вместе с тобой всевышнему и помог когда у моей дочери родился сын естественно что вы назвали именем шимон мы с вами говорим об именах и вы можете сказать какое отношение это имеет к недельной главе говорят как корабль назовешь так он и поплывет когда очень много лет назад я открыла эту недельную главу читаю про грех золотого тельца читаю про национальную трагедию что бог всевышний говорит муж и спустись и посмотри как развратился народ твой муж и разбивает скрижали бог всевышний хочет нас уничтожить мы читаем про национальную трагедию как вы назвали эту недельную главу золотой телец разбитые скрижали трагедия еврейского народа гнев всевышнего нет мы открываем недельную главу и читаем такое название ки киса в переводе когда пересчитаешь сынов израиля поголовно простите я немножко знаю иврит и немножко знаю все таки 30 лет в израиле преподаю на иврите слава богу работаю от министерства просвещения допущена в школы с плохим ивритом я в школы на преподавание не была бы допущена но я но никак бы не перевела ки киса и троши хэм я бы не перевела когда пересчитаешь сынов израиля бы перевела это другим словом когда женщина выходит замуж она считается несу а мужчина когда берет женщину если перевести это слово то получается что он несет женщину причем несет ее не только с ее красотой и с ее качествами за какие он влюбился он несет ее с ее капризами с ее горестями с ее месячными циклами с ее беременностями с ее совсем тем то есть он берет весь пакет он не может взять только хорошую он берет женщину и несет ее всю свою жизнь отсюда замужняя женщина считается несу а то есть несенная или вознесенная отсюда масса и иврите того же корня это грузовик который перевозит грузы отсюда слово наси наси медина это президент страны который как бы на вершине пирамиды который является лицом государства который представляет весь свой народ за ним весь свой народ он как бы за собой тянет весь свой народ так почему пересчитать сынов израиля это ки и са если бы я переводила эту главу я бы ее перевела так когда поднимешь их головы ребята когда нужно головы поднимать помните что иванушка не весел что головушку повесил когда нам плохо когда мы провинились когда мы чувствуем свою вину мы от стыда мы опускаем голову так вот когда нужно кого-то сказать слова слова одобрения когда нужно кого-то поднять когда нужно кого-то вывести из плохого настроения из депрессии нам нужно поднять его голову фигурально выражаясь то есть в этой главе всевышний говорит когда поднимешь им голову и поэтому когда народы мира говорят что вам нет прощения вы богом отвергнуты вы отринуты нет если после этого проступка всевышний поднимает машин на гору еще два раза по 40 дней и после этого мужа спускается с новыми скрижалями мы поэтому получили наш емкий пур кипур этот день искупления к сожалению на русской очень часто неправильно при призы переводят емкий пур что это день сюда какой суд простите меня пожалуйста это день искупления копора это искупление и поэтому мы искупили свою вину и поэтому в следующий в следующих недельных главах всевышний нам говорит а теперь я вас простил давайте постройте мне дом и мы будем жить с вами вместе то есть мы получаем прощение и поэтому всевышний говорит а теперь пересчитай и по головам все кто участвовали в грехе золотого цельца они те кто провинились сильно они уничтожены и кстати из народа израиля были убиты мне было убитых были убиты три тысячи только из тех вы которые вышли с нами из египта эра вравне евреи и нам стоило поднять наш дух и поэтому глава называется ки и сам мы прощены бог нас пересчитывает как свои как драгоценности чтобы каждого еврея поголовно он должен сдать пол шекеля половиночку шекеля по этим половиночкам шекеля нас пересчитывали потому что когда мы что-то любим мы это перебираем и это пересчитываем когда ребенок собирать в копилке деньги у него большое удовольствие открыть пересчитать собранные монетки положить обратно ему становится хорошо на сердце всевышний нас пересчитал он поднял нам головы и поэтому милые дорогие знаете что как бы далеко вы не отдалились от своих корней от своего еврейства знаете что дорога обратно она есть и всевышний всегда примет любого еврея который захочет прийти обратно к своему отцу и поэтому ки и са как корабль назовешь так он и поплывет поэтому несите свое еврейство несите с гордо поднятой головой мы дети всевышнего мы избраны всевышним мы любимы им даже после того как мы сделали этого тельца нас любят как любят любого ребенка чтобы он не сделал с вами была ваша бабушка соня